В любую погоду, и вот уже более полувека, военнослужащие роты почетного караула 54 года несут службу на главной высоте России и принимают участие во всех памятных и торжественных мероприятиях Волгоградской области. Прежде чем попасть в это элитное подразделение и заступить на пост номер один на Мамаевом кургане, они проходят строгий отбор и очень серьезную подготовку. Зачем бойцам балетный станок, расскажет Светлана Ларикова. Команду «Тянем носочек» здесь можно услышать не реже, чем шагом марш, а к тому, как садиться на шпагат, подходят с военной строгостью. Занятия у балетного станка ежедневные. Репетируют не танцевальные па, а красивый строевой шаг. Чтобы не было сгибания в колене, здесь, соответственно, сгибания не было положения носочка, ну и так называемые потягивания. В специально оборудованном классе военнослужащих обучают правильные осанки и растяжки. Такие упражнения – не самая простая задача даже для тех, кто на гражданке занимался спортом. Я до этого занимался футболом, но растяжка для меня в новинку. Я не представлял даже, в какие войска я попаду. Но попав сюда, я очень сильно обрадовался. Богатырское здоровье, рост не ниже 180 сантиметров, отсутствие татуировок, отменная физическая подготовка – таковы критерии отбора на службу в роте почетного караула. Двигаться как единый механизм, слаженно и чётко, чеканя каждый шаг, молодых воинов учат с первых дней службы. На строевую подготовку в год отводится около 800 часов. Личный состав умеет виртуозно обращаться с шашкой и карабином. Рота почетного караула – визитная карточка Волгоградской области. Поэтому и к внешнему виду требования не менее строгие. В гардеробе солдат – форма трех родов войск России. Это сухопутный военно-космический военно-морского флота. Положен при встрече глав государств, чтобы рота встречала форму трех родов войск. Здесь каждый одет как с иголочки. Сапоги, кители, фуражки – всё точно по размерам каждого солдата. Форма изготавливается по спецзаказу. Берегут её, как зеницу ока. Форму гладим каждый раз перед тем, как выйти в караул. Сначала её получаем, затем разглаживаем все складочки, чтобы она была в идеальном состоянии. Красивая, парадная. Уже 54 года и в дождь, и в снег, и в жару, и в холод солдаты роты почётного караула несут службу на посту номер один на Мамаевом кургане. В зале воинской славы солдаты делают около 200 шагов. Каждый час, чтобы увидеть завораживающую и торжественную церемонию смены караула, приходят туристы. Готовимся в духовном и физическом плане, чтобы так нести службу. Испытываю гордость. Мои родственники тоже очень гордые на то, что я несу службу в таком почётном месте. Солдаты роты почётного караула участвуют в сопровождении первых лиц государства во время их визита в Волгоград. Инаугурации руководителей региона, встречах глав иностранных государств и военных делегаций принимают участие в возложении венков к монументам и мемориалам. Служить в этом подразделении почётно для каждого. И порой служба здесь определяет и дальнейшую судьбу. Я попал в роту почётного караула на срочную службу в 2012 году. Сам стоял на посту номер один, номер два, гарнизонного караула номер один. И, соответственно, отслужил срочную службу. Остался служить по контракту, затем отучился на высшее образование и был назначен на должность с присоединением офицерского звания. Служба была нелегка, но почётная. 28 января 1968 года на пост заступил первый караул. С тех пор ритуал не менялся. И 54-й день рождения роты почётного караула воины встретят, конечно, на посту. Светлана Ларикова, Алексей Ячевский, Рубентальский. Время новостей. Светлана Ларикова, Алексей Ячевский.